итак на ремонте стиральная машинка candy модель cdp 4609 значит в принципе с ней такая ситуация когда включаешь сразу начинает пикать долго-долго моргает эко горит вот это еще лампочка с таким знаком как с значит и вы сразу включается слив воды хотя еще даже не наливался это прямо при как только включается сразу это происходит я включаю и он начинает пикать и сливать значит моргание эко это означает перелив воды то есть возможно что-то с датчиком в поддоне залива воды но есть еще один момент я не знаю было связано это самостоятельно ли вылили вообще нет воды в бачке с солью сухой вообще 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 сухой поэтому сейчас будем рассматривать с этой стороны со стороны там где залип соли с этой стороны откручиваем панель тут просто несколько винтов сверху сбоку сзади сверху сзади откручиваем и снимаем вот эту боковую панель если смотрим прямо то с левой стороны и так для того чтобы добраться все-таки до поддона необходимо переворачивать на бок и снимать снизу чтобы боковую панель снять нужно все равно вот эту пластиковую защиту снимать тут кроме по периметру винты есть еще закручиваются винты вот здесь и не снимается короче вот это вот пластиковую панель надо снимать но я решил вниз сначала открыть значит здесь 44 винта по периметру и вот такие вот здесь ножки они откручиваются вот такая вот просто пластиковая резьба плоскоумцами берете здесь правда под ключ и откручивается и снимаем еще не снимал ну вот такая тут ситуация некрасивая конечно такой ситуации наверно здесь датчик включился все наросло датчик замкнул контакт по моему значит но и вот все обросло солью соль дошла уже смотрю даже до электродвигателя видимо здесь подтекает солевой бак не зря он пустой вот и причина смотрите лопнул бак для соли вот такая ситуация причина по какой она лопнула неизвестно солевой бак лопнул и это все а я подливал туда воды сегодня смотрю бак пустой подлил ну и все это вылилось на пол соответственно вместе с солью все вылилось ну и вот теперь нужно решать вопрос с этим датчиком из-за него не работает но и получается нужно делать что-то с баком поломка ясна в данном случае поломка заключается в том что лопнул бак умягчителя воды куда засыпается соль сейчас буду все снимать снимать бачок отмывать соль ну и потом будем смотреть что можно сделать и так как я решаю проблему здесь вот полностью лопнул я уже просушил его и теперь уже заплавлю заплавляю обыкновенным выжигателем просто тяну расплавленную массу заполняя сначала я прошел просто вот таким образом углубление сделал она так углубление сделалось и с двух сторон углубление такой бортик теперь я этот бортик стягиваю в середину и так в общем то по всей длине словно сказать будет ли хорошо видно фон очень белый очень светлый пытаюсь так поймать так чтобы он не отсвечивал но не уверен что это возможно ну и таким образом заплавляю в принципе но этот бачок он не под давлением написано 0 1 атмосфера 0 1 атмосфера это ну один метр по большому счету кажется что это маленькое давление но площадь большая и давление достаточно не слабое поэтому суммарная поэтому она вроде бы должно быть и крепкая ну и не протекать должно из-за того что там слежалась соль просто слежалась была не таблетированная кристаллы начали образовываться а когда кристаллы образуются они там могут придавить но плоскость большая за счет этого она просто не выдержала и лопнула причем лопнула очень капитально по всей поверхности не просто одним но как то так одна трещинка выдавила прямо дно поэтому суть в чем насыпайте нормальную соль таблетированную специальную для именно машинок посудомоечных не ведитесь на какие-то уговоры продавцов вот это тоже самое только дешевле должна быть таблетированная в крупных таких таблетках ну собственно я уже это все сделал думаю что не будет течь другое дело что как долго это уже второй вопрос что я еще хочу сделать я хочу сделать скобы поставить скобы я ставлю от степлера и принципе это не сложно сейчас по все покажу что такое скобы ну это обыкновенные скобки от степлера в пачках в данном случае я от канцелярского степлера потому что толщина маленькая чтобы не прожечь насквозь зачем это нужно чтобы трещина не расходилась все просто утапливаю туда оно само утопится вплавляю таким образом я укрепляю от того чтобы снова не лопнуло вот как-то так и так в нескольких местах таким образом делаю чтобы было немного крепче чем изначально понятно что это не решает полностью проблему но почему мы занялись этим значит во первых я не нашел в наличии нет только под заказ и дорого что такое дорого ну больше 50 долларов получается около 70 долларов стоит этот бак скорее всего можно сделать вывод что он этого не стоит поэтому есть смысл попробовать вот такой да колхозный метод однако как вариант согласован с хозяином ну так поставлю несколько скобок и все будет готово ну что же подошло время ставить на место емкость которую заклеил и она уже не пропускает значит крепится в обратной последовательности вот этой гайкой в принципе это все на чем она держится внутри отсюда вот отсюда закрепляется гайкой вставляется с той стороны и гайка закрепляет крышка это уже отдельная ситуация просто крышка закрывает открывает все переворачиваем вставляем и на место ставим шланг тут уже смотрите или ставьте на место старый хомут или новые на винтиках хомуты можете поставить тут уже по обстоятельствам и так я установил один шланг закрепил второй остался вот этот третий цепляется просто плоскоопциями здесь хомут нажимаете и вот он сюда на вот этот патрубок надевается значит не забудьте поставить здесь вот стоит датчик который вытаскивается вот этот провода без разницы куда в том смысле перепутать можно без разницы здесь также подключили чек провода на клапан подачи чистой воды тут тоже без разницы 220 вот без разницы ну все значит при установке не забудьте резинку она здесь с этой стороны ставится ну и теперь устанавливаем на место собственно больше ничего не нужно закрепляется с той стороны гайкой до устанавливаешь шланг вставляю в отверстие центрирую так чтобы он не бился об корпус бока потому что при работе электродвигателя может постукивать все и теперь закрепляем середины этой гайкой закручиваем и затягиваем на силу руки не используйте чего-то потому что оторвайте с мясом пошатывая с той стороны бачок никуда не укреплялся ни за что не зацеплялся и потихонечку дотянуть до хорошего состояния ну и все теперь он уже установлен так после этого нужно закрепить этот датчик протечки как минимум его надо проверить на прозвонить что он срабатывает код-код он клацает но хороший ли их контакт и все устанавливаем и работаем начинаем проверять ну что я имел ввиду под словом проверить хорошо ли работает этот выключатель вот я включаю собственно 0 это если бы здесь было там 50 70 он был во первых не пикала просто показывал что есть какое-то сопротивление но и этого могло бы быть недостаточно если там немножко до подокислились контакты показывал будни 0 3 почему 0 3 даже если я соединил а прямо 0 3 он и показывает поэтому значит этот микро переключатель работает нормально и значит его можно использовать дальше не можно не менять не разбирать и не проверять его работоспособность все теперь соединяем с поддоном соединяем с поддоном таким образом проверяем что при поднятии поплавка он будет клацать не знаю но есть куда то есть он не разомкнут в таком не в том смысле что не нужно подгибать вот этот флажок если бы он сразу уже замыкался то надо было бы подогнуть но нет он в разомкнут нормально замкнутый переключатель классы все теперь устанавливаем помните что здесь кроме крепежа еще были ножки ножки такие они здесь просто вкручиваются так насильно откручиваются их тоже нужно вкрутить и пусть стоят собственно и все ну и 4 винта закрутить мы будем проверять и